Мяч Продакшн Мяч Продакшн Мяч Продакшн Так, ну что ж, из нулевых теперь вытаскиваю я, я делаю это первым, Саша. Кого тебе вытащить? Заказывай! Мне главное не Арсенал. Глава не Арсенал, да? Окей. Смотри, сейчас будет Арсенал. А нет! Доминатор из Франции, Леон 2001-2008 года. Сколько супер игроков вышло из этой команды? Сколько, ребят? Очень много. Ты в мину хорошую пытаешься делать, да? Приплохой жеребьевке. Так, а у меня Ювентус с Тависом, Перло и Погба. Неплохо. Ну, мне кажется, 7 лет подряд чемпионов Франции. 7 лет подряд чемпионов Франции. Команды по силе примерно одинаковые. Мне кажется, что это есть что-то. Будет интересно, давайте. Французский Леон Начало Нулевых одна из самых образцовых команд в истории, которая смогла достигнуть вершины не с помощью огромных денег, а благодаря гениальному управлению. В конце 80-х президентом клуба стал Жан-Мишель Оля. Он помог команде выйти в Лигу 1, а в 2002 году Леон впервые в своей истории стал чемпионом Франции. Дальше было почти 10 лет идеального менеджмента с прекрасным выбором тренеров, трансферов и невероятной стабильностью. Леон установил рекорд, став чемпионом Франции 7 раз подряд и взяв 7 суперкубков. А еще команда возродила силу французской лиги в Европе 11 лет подряд, выходя в плей-офф Лиги Чемпионов. Однако в 2009 году Леон упустил титул чемпиона Франции, потом появились богатые пассажири Монако и вернуться на вершину с тех пор, пока не удалось. Ювентус 12-15 это та самая легендарная команда, с которой началось полноценное возрождение статуса Ювентуса как мирового гранда. В 2007-м зебры вернулись в серию А после скандала с договорными матчами, но никак не могли достигнуть успеха, пока в 2011-м их не возглавил Антонио Конте. Он провел смену поколений, взял Видаля, Пирла, Пагба и Тевиса, а потом Конте сменил Аллегри и сделал Ювентус еще сильнее, выведя в финал Лиги Чемпионов. После которого клуб покинули некоторые лидеры и дальше уже было другое поколение. Тоже крутое, но мы выбрали для нашего турнира именно то, которое вернуло Ювентус на вершину. За вратарскую линию в те годы в Лионе отвечал Грегори Купе. Думаю, многие помнят его двойной суперсейв с Барси в Лиге Чемпионов. Он вообще был хорош на ленточке и после Бортеза стал основным в сборной Франции. Под Купе долго просидел хороший кипер Реми Веркутер, правда, он так и остался вечно вторым. После ухода в Купе Реми сидел под Леорисом, а потом и под Антони Лопеш. Так, ну тогда у Юви, по сути, было два вратаря в заявке Марко Старарри и Джан-Луиджи Буфон. Ничего объяснять, я думаю, не нужно. Те годы были очередным пиком Джиджи, он остался в команде во времена Кальчополи, прошел с ней трудные времена восстановления, а потом окончательно превратился в легенду. Ему было уже 35, да, но с возрастом он становился только круче. Защита. Ну тут есть кого вспомнить во всех линиях, благодаря такому длинному периоду. На левом фланге увидели во всей красе Эрика Абидаля, и был сезон с чемпионом мира Фабио Гроссо. В центре обороны были бразильцы Крис и Касапа, этакий Уэс Морган местный, который до прихода в Лион, по итогам 99-х года, входил в символическую сборную чемпионата Бразилии. Также был чемпионом мира 2002 года Эд Милсон. Игроки сборной Франции Скилла Чи и Бумсонг. А вот справа были два скромных, но очень работоспособных трудяги. Франсуа Клер и Антони Ревьер. Защитная линия – суперсила того Ивентуса, особенно при Конте. Помните, тогда сложилось знаменитое трио центральных защитников? BBC – Бануччи, Бардзальи, Киеллини. И все были в хорошем возрасте довольно быстрые. Бануччи выдвигался вперед, двое других страховали. Иногда Бардзальи или кого-то другого классно подменял Касарас. А вот латерали играли Лихштайнер и Асамоа. Но в 2014-м пришел Эвра из Эмью и Квадва сел на скамейку. Правда, тогда уже схема изменилась. Надо подумать. Тактика Конте с тремя центральными защитниками в свое время стала чуть ли не революционной. Но пришел к ней тренер только по ходу своего первого сезона в клубе. Ювентус тогда выиграл чемпионат, не потерпев ни одного поражения. Оказалось, что при 3-5-2 лучше используется сильное качество игроков Антонио, а соперники не готовы к такой расстановке. При ней Пирло получал больше свободы в опорной зоне, где для него освобождали пространство. Важную роль играла активность Видаля. Конте требовал, чтобы при атаках один из центральных полузащитников обязательно вбегал в чужую штрафную вместе с нападающими. Как итог, Видаль за 4 года в Турине забил почти половину своих мячей за клубную карьеру. При обороне же эта схема быстро превращалась в 5-3-2. И забить тому Ювентусу было, ну, очень сложно. Переходим к страшной по силе в тот период линии полузащите. Здесь были эталонные опорники того времени, купленные потом в Челси и Магридский Реал. Майкл Эсиен и Мамаду Диара. Майкл вообще один из моих любимых игроков того времени на данной позиции. Позже пришли Тиагу Мендеш, Ким Чельстром и Ту Ля Лян. Очень сильные игроки по европейским меркам. С идеи атакующих полузащитников мы увидели рождение суперталантов дриблинга Малуда и Бенарфа, которые влюбляли в себя всех мальчишек того времени. Ну и, конечно же, капитан, лидер, ныне спортивный директор клуба Жунинио Пернамбукану, до сих пор считающийся чуть ли не лучшим исполнителем штрафных за всю историю. Жунинио Пернамбукану – главная легенда Леона. Человек забил 75 голов со штрафных на любой вкус и почти с любой дистанции. Вот самый яркий с того периода маленький топчик специально для вас. Это гол в ворота Оливера Кана. Посмотрите, с какого расстояния удар и насколько беспомощен немец. Вот голы в ворота Мадрида и Олимпиакоса в 2005 году. Низом практически и опять с дикого расстояния. Марсель 2006 год – тоже очень крутой гол. Ну и совсем бессовестный удар 2006 года в ворота Аячо. Ну просто так нельзя же в Юнии. Очень интересная техника удара, невероятная сила и неуловимая траектория. Просто король. Центр поля того Юви был, конечно, космический. Помните, тогда в клуб пришел Андреа Пирла? Из Милана его отправили на пенсию, а он взял и в Ювиа три раза подряд стал лучшим игроком года в Италии. Рядом с ним был Артур Видаль лучших лет и кондиций. После в Баварии и Барсе челиец был уже не так ярок. В те годы самым дорогим игроком мира стал Поль Пагбай. Перешел за 105 миллионов в МЮ. Также в центре очень полезен был Мартизио. Симоне Пепе выходил иногда Падаин. Не смогли закрепиться Мурисио Исла, Дзатирини, Юный Кинцликоман и другие. Ну, конкуренция была действительно серьезная. В те годы в Ювентусе сложилось убийственное трио в центре поля. На позицию дирижера атак пришел Андреа Пирло. Он же немало забивал сам ударами издали и со штрафных. Над ним на позиции центрального полузащитника действовал молодой Артур Видаль. Челиец всех тогда поразил своей самоотдачей. Он выгрызал мячи, но при этом и много подключался вперед. А еще был штатным пенальтистом. Его удары под перекладину – классика. Рядом с Видалем в первое время играл Мартизио. Он за всеми почищал. А в 2012-м его стал вытеснять молодой Пагба. Тогда никто не знал, что это за парень. А он быстро превратился в супертопа. Удивлял своей техникой, часто подключался вперед, обводил, бил, вырывался из глубины и отдавал классные передачи. При этом не забывая отрабатывать сзади. Так что Пагба тогда создавал впечатление самого перспективного игрока мира. В атаке также список просто шикарный. Из крайних нападающих вспоминается чемпион Европы Сильвян Вильторс, равнявший счет в финале Евро-2000, Сидней Гаву, и варийц Абдель Кадер Кейта с дикими проходами и ударом. Ну а центральные нападающие – это вообще сказка. Например, Сони Андерсон, купив которого Леон стал стабильно занимать призовые места и в итоге выиграл свой чемпионат. Потом пришел опытнейший Джованни Элбер, ну а потом мир увидел юного Карима Бензима. Он тогда был гораздо более смелым и хладнокровным, на мой вкус. Были еще Фред, форвард сборной Бразилии, норвежский гигант Джон Карью. В общем, выбор был огромный. Мне везет на французские команды. И вот Леон – это еще один пример отличной работы скаутов и тренеров. Новые молодые игроки очень классно внедрались в команду, а потом продавались с хорошей прибылью, что позволяло клубу долго быть на ведущих ролях в европейском футболе. Например, Мамаду Диара был куплен за 4 миллиона евро, а продан за 26 в Мадридский Реал. Майкл Эсиен куплен за 11, продан за 38. Молода куплен за 4 и продан за 19. Также прекрасным поставщиком игроков была и Академия, откуда пришли Бен Арфа, Бензима, Жерми Берто, Франсуа Клер, Лои Креми. Ну и очень здоровая селекция Леона работала с игроками старше 23 лет. Опытные ребята быстро вливались в команду и приносили пользу. Абидаль, Крис, Элбер, Тиаго Мендеш, Чельстрим, Гроссо. И нападение. Тут был в те годы один железный человек, Карлос Тевис. Он пришел из Майн-Сити и продлил в Ювентусе свою топ-карьеру. Классно креативил и созидал впереди. А вот рядом с ним проблема. Тогда Конте и Аллегри перебирали много вариантов, но идеального так и не нашли. Тут играли и Квальярелла, и Матри, и Джовинка, и Николас Бентнер с престарелым Аннелька заезжали. Но чаще в основе выходили Мирка Вученич и Фернандо Льоренте. А еще Альвар Мората, который после крутого сезона вернулся в Реал. Выбор, конечно, сложноватый. Мы изучили игроков, которые проходили в те годы через наши команды и готовы объявить стартовые составы. Ну что ж, поехали, начнем с вратаря. Здесь, конечно же, будет Грегори Купе, который в 2005 году был четвертым в списке лучших вратарей мира, Саша. И был четыре раза лучшим вратарем французского футбола. Так что я думаю, что в нужные моменты матча этот вратарь будет спасать мою команду. Окей, у меня на воротах Марко Старарев. Шутка. Надо же вам сам туда дать шанс, да? Но нет. А, извини, Джиджи Буфон. Джиджи Буфон, который тогда вышел на пик и тогда, знаешь, уже сдал Касселес. Еще не вышел на свой пик Нойер. И именно Буфон тогда был лучшим голтипером мира. Защита. Здесь Сашечка против атаки Ивентуса, который заседан во всех турнирах. Еле-еле иногда наскребало 100 голов. И любимый счет был 1-0. Будет следующее сочетание. В центре будет играть Хасапа и Эдмилсон. Бразильская пара защитников. Они были хороши тактически на своем месте. Плюс габариты позволяли им вести борьбу как внизу, так и на втором этаже. Слева сыграет один из лучших в тот момент на своей позиции, Саша. Эрик Авидаль. Игра за Леон, которая позволила ему потом перейти в Барселону. Ну а справа сыграет очень трудолюбивый выпускник Академии Леона Франсуа Кле. Окей, Васан, теперь моя защитная линия. Смотри, Олегри уже использовал схему с четырьмя защитниками, но все-таки ту команду строил Конте. Поэтому берем схему с тремя центральными и двумя латералями. В центре Бануччи, Борзальи, Келлиния. Вместе с Буфоном это бетон. Васан, ты у тебя все плохо. Дальше, справа я поставлю латералем Ликштайнера. В меру жесткого, но хорошо отрабатывающего. А вот слева я поставлю не Асамоа, а все-таки Эвра. Эвра, потому что когда он только пришел из-за мьи, он был очень хорош. Первые два сезона играл в основе и сразу влюбил в себя фанатов Ювентуса. Ну и он все-таки принципиально другого уровня игрок, нежели Асамоа. Окей, Саша, переходим к полузащите. Да, ты, наверное, меня хочешь напугать своим молодым Пагба, который забивал только красивые голы. Либо стареющим Пирво, да, Саша? Но у меня в центре будет костяк из двух невероятных собак. Мамаду Диара и Майкл Сен. Я не знаю, что ты будешь делать с ними, выпуская даже какого-нибудь условного видаля. Я не знаю, что ты будешь делать с ними. А над ними Саша сыграет Жунинио Пернабукану, мастер штрафных. Выходя на поле, с которым я знаю, что любой стандарт может принести гол моей команде. Окей, мой центр поля, Васан, берегись. Ты прав, в опорной зоне Андреа Перло, который будет управлять игрой. Рядом с ним молодой Поль Пагба, который тогда бегал как антилопа. Вместе с ними будет еще Артур Видаль, который в одиночку возьмет на себя и Диара, и Эсиена. А Перло с Пагба в это время будет креативить и придумывать. Если будут какие-то проблемы, нам помогут латерали и спучатся вниз. Это в каком это сне один Видаль съест Эсиена и Мамаду Диара? Переходим к моей атаке, Саша. Леон играл в тот момент 4-3-3. Я долго думал, кого бы поставить. Смотри, слева крайнего нападающего сыграет Харим Бензима. Молодой Бензима, который забивал голы, отдавал передачи. А мы еще его знаем как прекрасного человека, который умеет играть в подмыши. А справа поставим Флорана Мулуда. Человек, который своим дриблингом показал, что может проходить любую оборону и в Лиге 1, и в АПЛ. Что показал? Потом в Челси. Ну и на острие, Сашенька, Сони Андерсон. Бразильский нападающий, который после прихода из Барса в Леон обрел себя в Чемпионате Франции. Забивал 20 и более мячей в очень плотном Чемпионате Франции. И как нападающий умел на поле просто все. Окей, мое нападение здесь двое. Первый, разумеется, железный Карл Стэвис. Который тогда был, ну делал все в атаке. Конструировал, придумывал, реализовывал. Был резким, техничным, злым, да еще и супер реализацией. А вот рядом с ним Альваро Марато. Но не тот Альваро Марато, которого вы все знаете сейчас. Альваро Марато лучших лет. Который тогда еще не транжирил моменты. Который играл на команду очень-очень полезно. Который бегал по полю. И который мог в одиночку выбить супер соперник из Лиги Чемпионов. Как ты помнишь, он сделал с Реалом. Саш, замены. И тут тоже очень сильные люди. Первый, чемпион мира 2002 года Фабио Гросса. Идем дальше. Ким Челстер. Классный футболист с прекрасной техникой. Отличной левой ногой и нестандартным мышлением. Идем дальше. Чемпион Европы Сильвен Вильтор. Который был эталоном крайнего нападающего в то время. Идем дальше. Джокер в лице Хатема Бенарфа. Который тогда просто поражал своей техникой. И влюблял всех мальчишек. Думаю, даже тебя в свою игру. Ну и конечно же Фред. Бразильский нападающий. Основной бразильский нападающий того момента. Который мог и головой забить. И эластику, когда надо сделать. Окей, мои замены. Первый, Асамо. Человек, который отлично подходил под тактическую схему. Выпустим его на, наверное, любой фланг. Второй, Касарас. Который играл и в центре защиты. И справа, и слева. В общем, мог заменить любого футболиста. И делал это очень круто. Третий, Маркизио. Устанет Пагбави. Дали Липирло. Выпустим его. Далее четвертый и пятый. Два форварда. Будет первый Фабио Куэллиарелло. Который тогда забивал просто фантастически красивые мячи. Ну и пятый. Это, собственно, Фернандо Льоренте. И попробуем найти в них слабые места. Саша, ну что я могу сказать про твой Ивентус? Он играл в крайне скучный футбол. Мало забивал. Не имел нормальной конкуренции в Италии. Тот же Барзали из тройки центральных защитников уже был пенсионером. В этот момент играл не всегда. Лихштайнер и Евра в свой пик прошли. Остается надежда только на Пагбага, который просыпается не всегда. Поэтому даже в чемпионате твой Ивентус мог забить, например, меньше, чем Наполи или Рома. Поэтому твой Ивентус был силен только строгой обороной и иногда индивидуальными качествами некоторых футболистов. Окей. Ну, пацан, ты, конечно, в чем-то прав. В том, что главная сила нашей команды была в обороне. Но просто потому, что эта оборона до сих пор считается эталонной. Ее до сих пор приводят в пример. И глупо этим не пользоваться. Но и с изидал наш Ивентус тоже немало и очень неплохо. И я вообще не понимаю, как твои вот эти Эсиены, Мамаду Диара, ты сказал, просто уничтожат мой центр поля. Как они его закроют, извини меня. А кто вас там креативит в центре поля? Один Джунинио, Первому Букану, ну извини, а у меня три игрока могут креативить и создавать. Ну и, кроме того, наша схема с пятью защитниками двумя латералями, я думаю, очень непривычно и неудобно будет твоему Леону. Ой, не знаю, Саша, Баварий играл еще до твоего Ивентуса в такой схеме. Составы представлены, теперь начинается игра. Вверху буква И и пять голосований. Решите, кто в каком компоненте будет в матче сильнее. Особенно внимательно подумайте над пятым пунктом. Если игра состоится сегодня, какая команда победит? А мы попробуем вас пока переубедить. Ювентус Платини или Ювентус Липи, вот это мировой уровень, ну или даже сейчас Роналду. А вот тот был просто промежуточный, как и тот, что в финале Лиги Чемпионов Милану проиграл по пенальти. Мой же Леон в эти годы реально попал на карту мира. Стал гегемоном и примером работы во многих футбольных аспектах. И только постоянная вынужденная продажа главных звезд помешала. Плюс тогда были великие поколения Баварии, Милана, Реала, Барселоны. Очень сильная конкуренция. Этот Леон, как и Монако Жордима, дал современному футболу много звезд, примеров профессионализма и вернул Францию на футбольную карту мира. Ребят, соперник у нас сегодня, конечно, сильный, Дидимон. Но этот Ювентус был Дидимоном, причем в серии А, а не в Лиге 1. И главное, те парни сделали то, что игроки Леона стремились делать. Туринцы вывели клуб на уровень мирового топа, а игрокам Леона немного не хватило. Васан сейчас сколько угодно может придумывать отговорок, но то великое поколение Леона просто прогорело. А великое поколение Ювентуса привело к тому, что мы видим сейчас. Юве продолжил развиваться и находится в пятерке главных клубов мира. Друзья, ну у нас сегодня опять получился довольно интересный и интригующий матч. Я не знаю, кто победит, так что выбирайте вы, как всегда. И пишите внизу, как бы сложился такой матч потенциально, кто бы забивал голы. И, как всегда, лучший комментарий мы покажем в следующем выпуске. Да-да, напишите, сколько бы Женили Пернамикану забил бы со штрафных этому Ювентусу. А также подписывайтесь на канал, я думаю, вам понравилось. Ну, потому что ни у кого нет таких споров, как у нас, да, Саша? Заходите к нам в Инстаграмы. С вами, как всегда, Саша Равлев. И Фасан Балан, который обожает Францию, он, наверное, сейчас кончится карантин. Я надеюсь, Федерация французского футбола смотрит это и поблагодарит меня особо. Ну, ты больше на немца похож.